потом дорогие друзья мы спрашиваем да как работает в городе сочи стоит ли переезжать и так далее где деньги как говорится вот он пожалуйста ваша элеонора сия руси который вы общаетесь каждый день до великолепная наша принцесса вот вам пожалуйста лучше прораб города сочи александр вы его многие узнаете посмотрите а потом вы спрашиваете как как дорогие друзья и стоит ли да я вам отвечаю стоит и вот дмитрий сальевич весь мыленый выпил 10 таблетки так от головы полностью весь на нерве как и так далее почему же дмитрий сальевич за все отвечает он делает видео он монтирует он делает вам ремонт и он за все это отвечает а вот они пожалуйста вы что-то хотите сказать вы даже сказать ничего не можете пошла даже микрофона не понимать у них даже микрофона не дороги вот так вот они работают поэтому за все отвечаю своей собственной головой всегда для вас на связь 24 на 7 ну конечно наши незаменимые леонора с александром всегда тоже рядом сочи красавский край семья всем привет низкий вам поко это жилой копец кислород где у нас есть несколько квартир также на ремонте пожалуйста заказ с ремонта в городе сочи в любом жилом комплексе но если вы приобрели себе в кислороде у вас нет обязательств заказать ремонта застройщика и ждать вы не хотите 46 месяцев дорогие друзья как многие из подписчиков а цена застройщика просто вах на самом деле я не хочу рассказать я хочу расстраивать цены и или а тебе нравится качество ремонт ладно его не слышно потом у нас микрофон сломался один дорогие друзья жилой комплекс ну давай поговорим все пошло не по плану хотя бы сюда что тебя было слышно ну я и буду говорить ну что ты скажешь ну сейчас мы сходили получает застройщик подрядной организации которая выполняет ремонт и от застройщика вот мы под видом клиентов короче инкогнито после этого нас если если нас ликвидирует во всем виноват саша да все будет больше всего расспрашивал дмитрий александрович ликвидируйте его я подслушивал он же головой отвечает ну короче от 20000 рублей если допустим у нас от 18 идет white box у них от 20000 идет white box и от 30 и от 30 идет чистого короче ремонт за полтинник за полтинник то что мы делаем грубо говоря за 40 лет самый простой да скажем так ремонт ну я имею ввиду вместе с материалом все уходит у них начается от полтинника ну и саша не в не в торги я не в восторге только того что во первых что трубы торчит нет сейчас задал вопрос подходит батарея то есть батарея идет по трубы вниз угол угол 90 градусов соединения потом идет тройник соединения и так получается у нас две батареи раз два три 4 5 6 7 8 соединений в полу я ему говорю а соединение полу что так и остается в стяжке да остается если потечет ну маловероятно что потечет он говорит ну это у вас металлопласт металлопласт игру но он потечет рано или поздно потечет у вас в стяжке это все он такой ну значит это надо будет вскрывать игру а кто за чей счет это будет сделаться смотря когда потечет нет за счет застройщика игру да где сейчас сейчас все это застроится и уедет чтобы понимали для строя подрядная организация да это на объеме сидят люди как бы ну конечно мы ничего мы не хотели сначала видео засирать мы просто рассуждаем только мы раньше предполагали это сейчас этим располагаем и на вас доносим на самом деле но многие взрослые не могут отказаться от ремонта вы всегда в праве заказать подрядчику этому сказать застройщику ну кто представляет представляет застройщика уберите мне трубы они все это сделают но все это за доп они должны опять же люди наши заказчики подписчики понимать об этом знать это то их это расскажет но если они посмотрят но значит надо подписаться и они приходят ремонт от застройщика или у вас ипотека вам обязательно вы обязаны с ремонтом от застройщика хорошо но можно можно вот это они выдают смету смета согласовывается но эту смету можно маленько подрихтануть в плане того что в сторону увеличение но никто не хочет увеличить вот радиаторы делают там допустим такие то убираем и другую сторону это плюсик соединение полу убираем переделываем всю сантехническую разводку это плюс вот с электрикой ну с электрикой там уже сложно что напутать единственное то что у них там идет по стандарту количество точек если хотите больше будете платить больше вот и все материалы используются нормальные у них сухие смеси имеется ввиду в санузлах и тот же самый жены по расспросил на гипсовая штукатурка mn-start также к нафовская вот единственное что вопрос инженерки с инженерки вы знаете разбираться теперь просто-напросто если у вас вынужденная ситуация делать ремонт от застройщика потому что вы взяли квартиру в ипотеку то сразу же рихтуйте эту смету обязательно убирайте все соединения в полу чтобы у вас полу не было ни одного соединения все это было в этом в шахте дальше что касается чистового ремонта чистового ремонта санузле есть фотографии хочешь ты выложишь потом керамика не керамогранит просто керамическая плитка 40 на 30 наверно до 40 на 30 40 на 25 короче керамическая плитка вся уложена вот уложена красиво мастера нормальные вот но это просто керамика то есть обычно керамическая плитка не керамогранит короче что он хотел сказать все и всем этим что мы сделаем дешевле лучше и оператив него не надо будет ждать понимали во первых будут другие материалы соответственно то есть нет если вы захотите керамическую плитку мы ее поставим но думаю навряд ли вы согласитесь экономить на это поэтому только у нас заказывайте ремонт если вы хотите качественные и недорогие и в сроке сейчас мы поднимемся дорогие друзья в квартиру и там заново знаете сейчас Саша сразу как будто этого ничего не было и Саша заново там семья всем привет и начнем вам что-то там на самом деле нам надо сейчас еще одну квартиру пойти принять 48 квадратных метров вот ну как бы так процессе еще там обсуждения да элеонор дизайн-проект бой да отлично но все если она русская сделали за все поднимаю спортивы как будто заново вы ничего не его друзья но вы все поняли что весь сюжет испортили вы смотрите зато детвора какая красота сочи парке тоже красиво сочи парке там фонтанчики парковщик мест побольше здесь еще не достроена тоже большая часть благоустройства вот здесь внизу я думаю что тоже будет фонтанчик не хуже чем в сочи парке вот но мне здесь почему-то больше нравится ладно идем работать ого семья всем привет дмитрий александрович приветствую тебя наконец-то добрался до ЖК кислород форс-мажор дорогие друзья сломался у меня микрофон поэтому Саша сегодня в кадре как звезда все вещает самостоятельно наконец-то ты помочишь наконец-то мы с вами находимся ЖК кислород здесь у нас студия 22 квадратных метра она была раньше однокомнатной квартирой полноценной когда застройщик сдавал здесь была перегородка получается вот до этой стены санузла эта перегородка доходила к этой перегородке были две двери одна дверь была в комнату другая дверь была кухня решили коллегиально заказчиком это все снести и сделать просторную студию потому что вот эти все перегородочки 22 квадрата маленькая площадь вот поэтому да да здесь сейчас вам расскажу как мы распланировали давайте я вам сейчас рассказал как то есть что здесь мы снесли что поставили виде вы видите уже что разводка электрики разведена сантехника вся разведена потому что у нас уже залита стяжкой на полу у нас накрыта на пленке почему потому что мы ее залили стяжку позавчера но чтобы не тормозить все процессы мы ее пролили накрыли пленочкой сейчас она будет там спокойно набирать прочности 3-4 дня потом ее вскроем и начнем уже сушить чтобы не терять время мы сюда напоминаю зашли две недели назад ровно может две недели еще два дня уже прошло да вот но у нас предчасовой ремонт практически готов сейчас нам осталось вставить подрезетники и зашпаклевать в два слоя и все у нас щиток собранный подрезенечки уже сейчас мастер у нас вышел чтобы дал нам разрешение снимать поставить подрезетники и мы будем это все долго и упорно сушить сушить до тех пор пока у нас определенно влажность не наберется в стенах то есть не наберется не станет определенной влажность для чего для того чтобы это потом не запресневело здесь у нас будет прям он простой на стенах у нас будет обои на полу у нас будет ламинат керамогранит понятно в санузле пойдем в санузел кстати покажу прикольное тоже решение было смотри гипсокартоновая все это было из блока мы специально убрали блок для того чтобы да там шахта вентиляционная для того чтобы расшириться на 10 сантиметров потому что у нас сюда не вставал унитаз душевую как вы заметили какой здесь маленький гипер маленький санузел я еще меньше не делал на самом деле но мы с заказчиком наверное целый час здесь ходили по полу рисовали все это дело и разрисовали именно так здесь у нас санузел туалет здесь у нас душевая кабинка 80 на метр полноценная здесь у нас стиралка на стиралка раковина все что еще нужно все что нужно полтенцесушитель будет у нас на этой стене вот здесь вот зеркало полотенцесушитель естественно все положено вот дальше по кухне пойдем на кухню кухонная зона вот здесь прекрасный вид на получается на горы вот да 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 вот поэтому кухня расположилась вот на этой стене буквой г то есть она г-образная вот здесь у нас будет вытяжка там здесь у нас варочная панель здесь у нас получается рабочая поверхность там рак там раковина у холодильник самом углу здесь будет стоять маленький обеденный стол вот маленький обеденный стол ты сидишь попиваешь чаечек и смотришь вдаль на красоту поехали сюда комната на комнате здесь будет стоять диван раскладной потому что кровать сюда полноценная не влазит но сейчас диваны делают классные у них прям основание это матрас вот простите будет стоять диван здесь у нас будет получается комод зеркало здесь оставили взял телевизионная зона а все хранение будет вот в этой огромной ниши вот все то есть никаких шкафов больше и в квартире ничего не будет только один огромный шкаф с хранением я считаю что это прямо удачное решение сделать сделать здесь тоже проходной свет чисто на пухонную зону чтобы не забегать туда не включать не включать поэтому так вот что еще рассказать по сантехнике мы провели здесь от застройщика была сделана разводка спасибо что из шитого полиэтилена но очень много было соединений угловых радиаторы выходили получается подключались снизу мы все переделали во первых мы обрезали все все соединения мы завели трубы мы завели все трубы вот туда в шахту цельные без вот то есть цельные и отопление и водоснабжение вот и оттуда уже пошло у нас на все точки то есть цельная труба идет на тот радиатор цельная труба идет вот здесь стать у нас на поле радиатор будет видишь потому что здесь у нас вход здесь будет столик радиатор просто некуда ставить а так он торчал вот они от него крепежи остались как застройщик планировал сейчас все демонтирует обстоит заполнил радиатор и все будет хорошо переделали мы все сантехническую разводку вот и залились а по поводу окошка смотрите были здесь от застройщика откосы вот но откосы мы полностью все переделали потому что обязательно откосы нужно делать с профилем примыкания температурные расширения у этих двух материалов разные поэтому будет всегда трескаться но когда у нас стоит профиль примыкания увеличиваю планочку еще видно она будет демонтироваться потом вот пластиковая планка это получается про пластиковый профиль сеткой заходит на этот весь откос он заштукатуривается и примыкание идет пластика к пластику то есть и когда то есть идут температурные подвижки все у нас откос не трескается и все у нас все чуть-чуть также это делается на дверях везде 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 у нас идет профиль примыкания это и нам удобно и заказчику это все никогда не против все стоит чётенько вот что у нас здесь еще электрика понятно вся разведена то что вот это вот лапша болтается у нас времянка вся закинута вот на пока пользуемся времянкой потому что еще вот сейчас подрозетник представляет осталось что две недели мы работаем две недели два дня осталось поставить подрозетники и зашпаклеваться и мы будем долго и упорно все это сушить сушить будем осушителем воздуха вот он стоит у нас балу профессиональный вот и мы всегда им сушим для того чтобы исключить моменты плесневения а еще кстати мы вот видите там баллончиком все покрашен все металлические все тоже мы чтобы все это не ржавело но этого покрасили на потом там не видно будет но где откосы то же самое мы все это красим для того чтобы ржавчина не пошла потом через штукатурку и будет видно под обоими не так будет видно но откосы красятся поэтому гурт видно что еще рассказать дмитрий александрович сегодня твой бенефис это такая майка хорошая дорогая как грязная так как все это твой бенефис объясни людям почему к нам ну посмотри он говорит почему ты редко освещаешь я говорю ну саша что вот постоянно одни и те же стены одну штукатурку и так далее я знаю что есть канал о ремонте где ребята каждый день ходят и снимают он говорит ну надо освещать ты пойми чтобы люди понимали они думают что у нас нет ремонта они думают что мы не работаем а у нас все кипит и мы ждем они нам позвонил подписчица видны сач мы там на ноябрь на декабрь давайте вам запишемся у вас там поток я не надо ждать подписан договор после того как мы поставили сметную нас устроили по рукам подписали договор три дня максимум мы заходим на где и три месяца максимум вы делаем ремонт подпусть дорогие друзья любой сложности да могут быть задержки саша сейчас на них расскажет также потом расскажет почему именно команды почему али могут быть задержки задержки могут быть только не по независимых нас причин это заказчик допустим долго согласовывать керамогранит какие-то обои не может эти либо еще что-то когда мы не можем стартану когда у нас зашли зашла бригада то есть она начала до конца видит полностью весь ремонт и если там у нас происходят такие моменты то что заказчик долго согласовывать там какой-то выбранный материал естественно все сдвигается сдвигается допустим вот мы сдвинули свои сроки потом вы вызвали мебельщиков естественно мебельщиков надо позвать быстрее мы останавливаемся за мебельщиков мебельщиков сроки там три дня на установку они устанавливают пять дней соответственно мой срок уже отодвинулся на пять и вот так вот все это может прогрессировать до тех пор что там задержка там получается на две недели либо еще что-нибудь у нас просто было такое претензий к нам не было потому что заказчики все адекватные то есть они прекрасно понимают то что это не от нас зависит а зависело именно от него вот то чтобы от нас что-то зависело когда мы просто что-то не сдали там вовремя такого не было вообще никогда вот поэтому заказывать у нас ремонты во-первых если вы хотите это сделать качественно во-вторых если вы хотите это сделать вовремя в срок и третье если это вы хотите сделать недорого то только к нам по адекватным ценам ну опять же да недорого что значит недорого то есть ну если вам тут а кстати давай расскажем мы сюда зашли-то вместе у заказчица здесь у нее квартиру купила и в кредит одну и вторую получается вот это вот за наличие ипотеку 1 здесь обязаловка если в ипотеку там есть нюансы на ремонт заказов и часовой и часовой у засрочек и вот мы за две с половиной недели уже заканчиваем whitebox понимаете там полтора месяца по договору мы уже за две недели заканчиваем whitebox а там еще не надо ничего не хотим сказать по договору больше у них по договору у нас три месяца а у них четыре с половиной месяца вот ну опять же то есть там вот я даже не спрашивал сколько стоит вот ремонт либо еще что ну я спрашивал какие материалы используются они говорят мы видим мы видим мы не знаем то есть да вы сходите говорит посмотрите пожалуйста я пошел смотреть а там еще ничего не начало но опять же не у них просто большая текучка плане того что работы не кадров а работаем это огромный комплекс и застройщик очень много сделать здесь ремонтов и поэтому скорее всего просто не ставят на очередь и вот эти полтора месяца это просто запас я говорю ничего страшного вы не пугайтесь не переживайте они все равно начнут и будут делать вот мы никого как бы тут не решить можно основа на самом деле я не буду то есть да это основа то есть у нас провод гост то там некоторые знаешь там в этом загадка почему в гофру не засовывайте провода я могу засунуть в гофру провода я могу прям прям строго параллельно и перпендикулярно их поставить по лазеру чтобы все провода были по 90 градусов уложены но от этого электричества вам дешевле не станет а ремонт вам станет только дороже потому что то есть вот этот фуншуй наводить на потолке под потолком вернее он ни на что не влияет в гофра нужно пожаростойкая допустим где-нибудь где деревянные перекрытия то есть там крыши и так далее там нужна гофра здесь и ни к чему вообще держать и ни к чему и устанавливать можем сделать но это будет дороже но вы же хотите дешевле вот на этом я экономлю но на самом проводе я не экономлю в гостовский на сшитом полиэтилене я не экономлю потому что зачем на штукатурке нет штукатурка вон она кнафовская лежит вот сатен гипс кнаф у нас будем сейчас шпаклеваться на два слоя у нас гидроизоляция у гидроизоляции грунтовка циризит гидроизоляция у нас где она у нас циризитовская должна быть где-то цементная штукатурка у нас только хабес джоне то есть все материалы они все на объекте то есть вы их все видите для этого мы показываем а 65 вот она гидроизоляция циризит 65 а его циризит акриловый жидкий вот поэтому это очень важно да это то есть эти моменты вот все что использует застройщик я ходил я не знаю что это за материал вот вообще я без понятия какие-то названия там цементная смесь марки там 300 вот что они скорее всего да что они делают этими этими смесями не знаю что будет за это отвечать и как это все может быть ничего не может может быть что-то будет но мы не можем себе позволить такой роскоши потому что мы не можем ну смотри у застройщика у него репутация у него обязаловка делать ремонт и он и делает у заказчиков обязаловка кто покупает в ипотеку делать ремонт от застройщика у нас мы так не можем рискуем каждый день это своей репутацией вот поэтому мы используем те материалы за которые мы отвечаем это был бенефис это был александр лучший салют перверк пока пока